Подарочные наручные часы «Русское время» к юбилею Победы от компании «Торговый дом Полет». Заднюю крышку часов украшает бравировка, напоминающая о Великой Победе. Также в продаже лимитированная модель командирских часов, посвященная 70-летию Победы. Ждем вас за подарками! Наручные часы можно приобрести в Шадринском универмаге, второй этаж, отдел часы. Многопрофильное предприятие «Модуль» — это профессиональный ремонт компьютерной, аудио, видео и мелкобытовой техники любой сложности. Доставка. Обращаться. Шадринск. Улица Комсомольская, 16. Телефон 8-912-523-8040. В спорткомплексе «Олимп» прошли ежегодные городские соревнования по плаванию среди школьников, посвященные 70-летию Победы. Стать участником соревнований могли ребята в возрасте от 5 до 18 лет, пройдя через усиленные тренировки и выполняя все нормативы. Дети плавали 50 метров баттерфляем, плавали 100 метров кроль на груди, плавали девочки и 25 метров на спине, и 50 метров на спине. Для них это большие рекорды. Несмотря на волнение, юные пловцы показали хорошие результаты, а многие из них выполнили юношеские разряды. Среди выступающих в спорткомплексе стала и Татьяна Нефедова, участница всероссийского турнира «Веселый дельфин». Впервые Тане выпал шанс показать свои способности в Казахстане, а в апреле этого года в городе Санкт-Петербург. Там было 404 девочки, около 600 мальчиков. Очень серьезные соревнования всероссийские. И даже были дети из других стран Белоруссии, Эстонии, Кыргызстана. Там мне очень понравилось, потому что все было очень строго, серьезно. И Владимир Сальников присутствовал, четырехкратный олимпийский чемпион. И даже космонавт Кирикалев и космонавты с орбиты нас с открытием соревнований поздравляли. И чтобы там лучше плыть и занимать место, лучше нужно уже плавать по первому разряду. У меня пока второй, буду пытаться первый выполнить. К сожалению, 11-летняя участница не заняла призовых мест, однако на этих соревнованиях в спорткомплексе «Олимп» на дистанции 100 метров она завоевала золото. Также победительницами стали в дистанции 25 метров вольным стилем Яна Злодеева, а на спине Тая Жикина, 50 метров вольным стилем Полина Горбунова, а на спине Элеонора Худорожкова. Среди мальчишек первыми в вольном стиле на 25 и 50 метров стали Кирилл Кисеев и Саша Асьмушин. В баттерфляе на 50 метров вырвался вперед Влад Машковский, и он же стал победителем в 100 метровке вольным стилем. По окончании соревнований всем участникам были вручены грамоты, медали и сладкие призы. Днем победы! Днем победы!